Я хочу сказать, что я благодарю Бога, что привел меня в церковь Христову много-много лет назад на Украине, и благодарю Бога, что Он привел меня сюда, Пашу, уже и мою цель. Вот это черно-белая фотография крещения, это Нади крещения. Сколько? 30. Сколько ж тебе? 25. Спасибо. Вау. Вот, и я хочу, чтобы наша церковь росла, росла в духе и росла количественно. Это прекрасно, мы, допустим, скажу о себе, бывает, ну, как бы рот на замке, и не знаешь, что сказать человеку, чтобы человек не обозлился и не стал говорить, почему Бог сделал это, почему это, потому что у меня нет оправдательных слов. Бог знает, что Он делает. Мы просто духом должны знать, что Он делает все во благо верующему. Аминь. И я хочу, чтобы наша церковь была благословенна, потому что мы все приходим, мы люди, и церковь состоит из нас, из наших сердец, из нашей любви, из нашей признательности Богу. Я прихожу сюда насыщаться Словом Божьим, и я хочу отдавать свою любовь, которая в моем сердце, и хочу принимать Вашу любовь. Аминь. Это приятно, мы для этого живем. Да. Отдельное слово благодарности для нашего пастыря Беды. Она нас ведет крепкой рукой, где надо, она скажет нам слово, от которого становится стыдно, где надо похвали. Пусть Бог благословит всех вас, здоровья, радостью жизни. Пусть каждый день Ваш будет радостью в Боге с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Иисусом Христом, будьте благословенны. Спасибо, Надюша, спасибо большое. И хочу сначала, прежде чем зачитать стих, засвидетельствовать о том, что уже в какой-то мере сегодня мы слышали. Дело в том, что хочу сказать за себя. Когда-то я родился в 63-м году. В это время... Сыночек. Да, многих. У меня даже папа там смотрит и слушает. Мама здесь. Мама здесь. И дело в том, что тогда крещение скрытно было тоже, потому что нельзя было детей крестить в церкви. И ночью папа с мамой через реку перевезли меня к священнику и ночью сделали это крещение. Вот тогда. Но скажу, что это было крещение, но сознательное крещение я получил благодаря этой церкви, нашей церкви, моей церкви. Потому что родился я здесь в мае 2014 года. И что произошло тогда? Случилось такое, что я... Это был энкаунтер. Сразу после... С пятницы на субботу, на воскресенье был энкаунтер. В воскресенье с утра было водное крещение. И я вот на это служение, я приехал, у меня был свой багаж. У меня было давление 200 на 100. Это страшная боль головы. Насколько же временами просто голова моя пополам трещала, оказалось такое. Вы понимаете, что вот когда я принял водное крещение... Похоронил там давление. И укрепил все это по сегодняшний день тем, что была молитва исцеления. Я свидетельствую вам сейчас перед вами и перед Богом о том, что... Вот когда была эта молитва, я вышел и сказал Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты меня освободил. Вы знаете, было ощущение того, что с меня что-то сдвинулось. Просто меня что-то оставило. Сунулось с меня вот это... Я не понимал, что... Но я... Это было чувствительно для меня. До сегодняшнего дня у меня нормальное давление. Когда я пришел в 2018 году к этому врачу, который тогда не верил в то, что Бог меня исцелил, она мне сделала такую программу. Две недели каждое утро я должен был проверяться, какое у меня давление. Вы знаете, Господь, Он тот, кто сказал и сделал. И Он своего решения не меняет. Я благодарю Ему. Благодарю Ему за то, что Он привел меня в эту церковь. Благодарю меня. Благодарю еще. Хочу поблагодарить. Вот многие ребенок, день рождения ребенка, все его, в большинстве, все идет ему. Без мамы ребенок не рождается. И я бы хотел, чтобы... Прошу Господа, чтобы Он благословил нашего пастора Лену, которая у нас есть как мама. Потому что она... Это первая, кто родил эту церковь. Кроме того, что у нее есть муж и есть дети, у нее есть еще мы, тоже дети. И спасибо Господу. Даст Господь все, пастор, в первую очередь здоровья крепкого, любви, радостью, сердце, вам и вашей семье, вашим близким и родным. Принимаю. Спасибо, Олег. Спасибо. Спасибо. И есть у меня еще к этому стихи. Давай. Очень красивые. Да будет мир на нашей церкви. Да будет мир на церкви Божией. Пусть нас печали обойдут. Пусть и плоть болезни не тревожит. И в дух сомнений не перейдут. Да будет счастье в семьях наших. И дети с Господом в ладу. Чтоб каждый дом был полной чашей. Войну не видел и беду. Да будут мысли наши чистые. Пусть с мудростью звучат слова. Дела полны добра и смысла. И совесть перед Христом в правах. Да будет Бог наш с нами рядом. И вот тогда его народ. Ни делом, ни греша, ни взглядом. Весь Царствие Божие войдет. Аминь. Аминь. Да будет нам. И я еще раз повторю, что это мой дом. Что я лежала в госпитале 45 дней. Церковь. Единственная организация, которая... Которая окружила меня заботой, заботой во внимание. Все 45 дней я чувствовала присутствие церкви, присутствие моих братьев и сестер. Это отношение церкви. В отношении Дня Папы я хочу пожелать всем папам всего мира такой любви к детям своим, которые Бог любит нас. И взаимно, конечно, чтобы дети повторяли любовь отцов. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо, Лальчик. За то, что мы здесь, как в родной семье. За то, что мы насыщаемся здесь Словом Божьим. Аминь. И здесь мы любим друг друга. Что в этом мире любви становится, мне кажется, все меньше и меньше. Но в нашей церкви эта любовь крепнет и к Духу, и к Слову Божьему. И благодарна большая нашему пастору Лене за ее настойчивость. За то, что она не сворачивает с пути, которые она... Не сдается! Не сдается! Мы садим ее Господь на этот путь. И что мы вокруг нее спротились. И благодарность вообще за все. За все. Спасибо большое. Аминь. Спасибо, Лалюша. Спасибо. Блажен народ, что славит Бога. Блажен народ, что славит Бога. Блажен, кого Он избрал, хоть числом нас и немного, но Он народом нас назвал. Не миллиарды нас, конечно, обширных, нет полей, лесов. Мы красоты не блещем внешне и мало знаем умных слов. Но сам Господь, премудрость свыше, в наш разум немощный вложил. И святость в сердце много выше. Красивица Бог так решил. И как у всякого народа, родная есть у нас страна, где вечный мир, где свет и свобода, она нам Господом дана. Когда-нибудь тот мир настанет, за Иордан мы перейдем, перед Отцом Небесным встанем и им хвалы ему споем. Аминь, аминь. Не знаю, можно ли я вот это вот прочту. В крови Христа защита от инфекций, от эпидемий, крепкая броня, сильнее всех таблеток и инфекций, Иисуса кровь защита для меня. Один глоток крови в его причастия, одна молитва имени Христа, способна оградить меня в ненастье лишь жертвою Голгофского Христа. Один мазок крови в дверных проемах, достаточный для дома моего. Среди страха и панических синдромов держусь за Бога более всего. И пусть летают вирусные стрелы, пусть тысячи падут возле меня, не испугаясь язвы и обстрелов, не убоюсь заразой огня. Имея власть идти против дракона и наступать на кобру мус проста, я эту власть познала не в законах. А в совершенной жерде Христа. Аминь. Самого Господа Бога. И чтобы... Что-то еще хотела сказать, но я забыла. Забыла что? А, вот что. Павел говорит, что если нет любви, то даже если все свое богатство продашь, и много-много называет чего, но если нет любви, то мы ничто. Поэтому я желаю, чтобы в каждом из нас была любовь и к Богу, это в первую очередь, нашему драгоценному Господу Иисусу Христу. Благодарность Ему за то, что нашел нас всех в этом мире. И чтобы все это было в любви, вместе, как мы сейчас любим друг друга. И радуемся, когда мы с кем-то встречаемся и можем поговорить на духовную тему. Это больше всего радует. Аминь. И мы очень благодарны и счастливы смотреть на своих детей, что они сейчас рядом со всеми вами. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Лучше в церковь подразумеваю Христос. В первую очередь, пастор Лена. В Майковской еще есть такие прекрасные слова. Это как бы так вот часть. Хвозь бы делать из этих людей. Не было в мире крепче гвоздей. Стойкость, самотверженность, самодача, готовность прийти на помощь нашего пастора Лены беспрецедентно. Спасибо. Ура. Спасибо. Ура. Олег. Сегодня день рождения церкви. И я очень рада и благодарна, что я в этой церкви. Потому что в этой церкви я тоже родилась 14 лет назад. Я очень благодарна, потому что здесь живет живой Бог, Дух Святой живет. И Он касается наших сердец. Он коснулся моего сердца, изменил меня. И мои пожелания церкви, любовь к Христу, чтобы всегда было обновление, чтобы движение было. Чтобы всегда люди приходили и уходили измененными. Вот это какое счастье, когда Господь меняет жизни людей. И мои пожелания, пусть церкви любовь к Христу всегда были обновленные служения. Все мечты, которые мы запланировали, иметь детское служение, молодежное служение, служение пожилым людям. И чтобы это было все в любви. Потому что Бог нас любит безграничной любовью. И мои пожелания, пусть это безграничная любовь будет и пребывает в церкви любовь к Христу. И между братьями и сестрами, пусть эта безграничная любовь гуляет, живет в церкви любовь к Христу. В наших сердцах, в наших домах. И пусть она процветает и распространяется во все четыре стороны. На запад, на восток, на север и юг. Это мои пожелания. Умень, Валечка, принимаю. Всех вас люблю, целую. И благословляю. А, благословляю. Обильными благословениями. Спасибо, спасибо. Мы тебя тоже. Спасибо. Спасибо.